Привет всем, меня зовут Дмитрий, мы сегодня с тобой продолжаем играть в бейкере симулятор. Хотел было записать симулятор интернет кафе, еще один нашел, но мне что-то подсказало, что его записывать лучше не нужно. Так, мы с тобой что сделали? Правильно, улучшение до второго уровня, новое рабочее место, для дальнейшего развития нужно новое рабочее место. Оно будет более просторным и вы сможете купить более профессиональное оборудование. Следующий день начнется в новом месте. Отлично, так, мы с тобой новый день-то, все? Правильно же? Правильно, и начинаем, наверное, с тобой, так, что сделаем? Наверное, сделаем вот это, потому что это, 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 принесет больше денег, хотя, наверное, затратит, мы с тобой затратим, наверное, очень много ресурсов. Еще ехать далеко, хотя, давай его, булок этих наделаем, сейчас, опять моргающая нас ашка внизу. В смысле? Ну? А что не так-то? Я же ведь, а где мое новое рабочее место? Неужели это все, что было? Я же уже сделал. Или нет? Странно. Ладно, мы с тобой не будем сейчас заморачиваться, мы сейчас просто с тобой начнем готовить. А, пшеничной муки нужно взять 1,8 килограмма. 1,8 килограмм пшеничной муки. Пшеничная мука, вот она. 1,8. Так, это, оп, оп. Воды 720. Это нужно вот так вот сделать. Раз. Два. И двадцаточку, хоп. Молока тоже 720. Так, так, так. Дрожжи есть 72 килограмма, хотел сказать. Нет, не 72 килограмма, 72 грамма. Раз, два, три. Четыре, пять. Так, так. Сахара 36. Где у нас тут сахар 36? Мм? Мгм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, подожди-ка, почему-то. Видать, я где-то переборщил. Хорошо, бросаем это все в миксер, ставим миску рядом и начинаем мешать, замешивать тесто, чтобы его в будущем, не в будущем, а в следствии просто перемешать формочки и запечь. Тридцать шесть булок для завтрака. Это, мне кажется, так много. Тридцать шесть булок для завтрака. Где ж такое видано? Так, булки для завтрака. Булки для завтрака у нас где делаются? Да, наверное, на формовочной доске. Так. Берем булочки. Оп. Сейчас самое нудное будет это сдвигать по часовой стрелке силуэт этих булочек. Вот это будет нудно. Потому что их очень-очень много. И вот это вот для каждой булки нужно будет делать это по два раза, по-моему. Ну или даже по одному разу, знаешь, все равно много достаточно. Их же тридцать шесть. Смотри, я их уже нарезал сколько. Прямо что-то их реально много. Прямо что-то их очень-очень-очень много. Да хватит уже. Серьезно. Но прекратится это когда-нибудь или нет? Я уже умаялся. Если я еще столько раз буду сдвигать по часовой стрелке силуэты этих булок, то я свихнусь скорее всего быстрее, чем я это сделаю. А шалей, смотри, пельмени налепил. И не по-часовой оказывается. А, сейчас по-часовой. Угу. Ну. Так. Тридцать шесть раз. Ты понимаешь, тридцать шесть. Можно это было как-нибудь, наверное, ускорить? Просто. Дотянись. Просто это прям настолько нудно. Даже нуднее, чем нажимать на пробел. Тридцать шесть раз. А, нет, подожди. Не тридцать шесть раз. Да, тридцать шесть раз. По одной штуке падает. И сейчас одна упала. Мне в чем-то в какой-то момент показалось, как будто бы падает две. Но нет. Это лишь показалось. Ой. У меня компьютер куда-то уезжает, представляешь? Он решил, что ему очень жарко, наверное, и решил охладиться. Решил просто обдуть самого себя. Ну да, в пекарне так-то жарко. И я про свою пекарню, которая вон там у меня под столом стоит. Я руку туда засунул, там шалеть какая температура. Хочу себе купить вентилятор. Хотя бы один, ну лучше два. На вдув и на выдав, чтобы циркулировала какая-то там... Какой-то там поток воздуха циркулировал, короче. И чтобы хоть что-то там охлаждалось. Но все никак руки не доходят купить. Стоит все по пятьсот рублей эти вентиляторы. И тысячу рублей потратить на то, чтобы хотя бы на пару градусов снизить температуру своего... Своего компьютера внутри. Мне кажется, это не так дорого, но... Ну пока, наверное, петух не клюнет, я этим не займусь. Так, мне нужен противень. Противень. Так, это получается я еще и это самое должен за несколько заходов это делать. Да, все что ли? Да ну. Ой, как долго, как долго-то все это будет происходить, да? Да, 10% только. Так, а как купить? А как купить? А как купить? А купить, наверное, вот как-то продукты для выпечки, да? Заказать все. И у нас с тобой получается аж целых 30 долларов. Давай купим. У нас вариантов с тобой других вообще в принципе-то нет. Потому что... Потому что готовим мы постоянно. И готовить нам надо будет из чего-то. А если нам не будет из чего готовить, будет не из чего готовить. Не будем получать прибыль. Не будем получать заказов. И все. И наш с тобой пекарень закроется. Что не есть, хорошо. Так. 9. 18. Да, за два захода. Ты представляешь? Два захода для того, чтобы булки пожарить. Подожди-ка. А, серьезно? У меня просто место, что ли, кончилось? Не-не-не, погоди. То есть они сформированы. У меня место кончилось на разделочной доске. И я поэтому их не доделал. А купить. А я и думаю, что это быстро-больно кончились у меня. 36 штук. Кошмар. Даже не обратил внимания, что у меня справа они лежат тоже. У меня же кончились. А, она еще вот на этой доске. Я понял. Все, понял. Все, 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 понял. А я еще, знаешь, не понял даже, когда подошел с противнем на... Ну, к этой доске. Думаю, а что забирать? Тут три штуки осталось. А мне там вот 18, и все, и тут 9. Ой, как все сложно, и как все сложно. Так, мы сейчас будем с тобой ехать. Пять минут остается. Пять минут остается для того, чтобы отдать. Точнее, отвезти заказ. А это значит, что мы сейчас будем с тобой торопиться? Будем торопиться. Будем торопиться в этот... В пончиковую. Правильно? Правильно. Да поставь. Я... Я же поставил. Так. Все, 36. Поехали. А, направляться в город? Куда же мне еще, если я уже сделал все булки и еду просто отдавать? Зачем мне остаться... Оставаться в пекарне, если я могу поехать в город? Мне куда-то направо, назад, да? Да. Еще и дорогу перекрыли. Что за люди? А можно как-то это объехать? Ну, типа, прям вот, просто по тротуару. Нет? Нет? Нет, и смотри, никаких предусмотрительных. Они закрыли вообще все. Музыка здесь качел. Я прям вот не перестаю удивляться. Не могу перестать ей наслаждаться. Такая прям расслабляющая. И хорошо, что она без авторских прав. Потому что если она будет с авторскими правами, меня как со сталкером замучают. Что не стрим, так нарушение авторских прав. Видите ли, у них музыка в менюшке очень-очень-очень сильно мне приносит доход. И они мне такие, нет, мы тебе не дадим ее слушать и воспроизводить на своих стримах и своих видео. Ты вообще знаешь, сколько мы денег теряем из-за того, что она у тебя играет? Я говорю, не представляю даже. Они мне говорят, очень много. Я говорю, ну и ну. Удалю эти пять секунд менюшки из своего стрима, который длился два с половиной часа. Они такие, вот спасибо, вот спасибо. Так денег много сэкономили. На игре 2007 года. Прям вообще. Чуть не обанкротились, блядь, из-за моего стрима, представляешь? А я вот без, без это, без, без это, такой бессовестный наживаюсь на их музыке. Как я мог, как я мог. Да вот я, блядь, с концертом на них выступаю. Тормози. Хватит. Так, оп, оп. Доставить. Молодец какой я. Уровень один. Не хватает. Тут буквально не хватает, ну может червонца. Что это такое вообще? Кто это придумал? Назад в пекарню. Ну поехали, чё ж делать-то. Не понял, немножечко про рабочее место, у меня чертёж висит, а вот... Мать твою, ты смотри, какая красота. Чтобы улучшить выпечку, в неё можно добавить специи. Для каждого рецепта есть одна подходящая специя, использование которой принесёт денежный бонус и очки опыта после доставки. А также одна неподходящая, использование которой повлечёт за собой штраф. Мы не скажем, какая специя подойдёт, а какая нет. Вам придётся поэкспериментировать. Опробованные специи появятся в книге рецептов. Специи хранятся в банках на полке. Удачных экспериментов. Вот спасибо. Как я рад, как я рад. Такие дела бывают, короче, у меня сейчас... Да хватит там. Что там такое происходит? А я, короче, сейчас сижу, записываю, у меня берёт камера, отваливается. Я вообще ничего не понял. Короче, специи. Это что вообще? Оливковое масло 150 литров. Ошалеть, это что у меня за заказы сейчас будут? Хлебная закваска? Ладно, это хрен с ним, с маслом. Это мы здесь тестом мешать, я так понимаю, будем. Формовщик. Так, это у нас с тобой щиток с вырванными... А, не с вырванными, они просто в кафель уходят. Прям так хорошо. Вообще работники хорошие были, видать. Смотри, как чётко, тонко просверлили отверстие, чтобы можно было засунуть туда провода, в плитку прям. Так, где у нас с тобой доска-то с заказами? Вот она. Ой, 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 как всё красиво-то. Продолжим. 580 долларов. И 214 хп-шки. 30 маффинов для перекуса. Это очень далеко, да, вот это. Подтвердить. Берём, соответственно, с тобой рецепт. И идём. Пшеничные муки. Так, миска где? Я поте... Блядь. Блядь. Мне бы найти миска. А, вот тарелка. Миска. Берём с тобой. Пшеничной муки 750 грамм. Так, 300 грамм сахара. А, сахар-то где? Вот тут. Молока 300 миллилитров. Ты видел? Нет, сейчас опять. Оливковое масло 150. Яиц 150 миллилитров. Это два таких, а одно такое. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Два таких, одно такое. Дрожжи. 60. 60 дрожжей. 60 дрожжей. Вот они. И соли 30. Это всё мешаем. У меня прям глаза разбегаются. Я не могу. Я пытаюсь понять, что я делаю. А я прям не могу. Я прям вот делаю. И как будто бы этого не делал ни разу. Вроде нужно взять сахар. Знаешь, где этот сахар лежит, но пытаешься... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Тихо. Пытаешься понять, где этот сахар находится. Сказал, ты его ни разу здесь не видел. Так, теперь мы это всё дело... Меша... Погоди. А куда мне это всё дело класть-то? Нет, не настолько. Мне нужен рецепт. Для перекуса. Чашку. Смешать. Нужно поместить форму для маффинов. Я понял. Форма для маффинов. Форма для маффинов у нас вот она. Её надо сначала ещё и купить. Так, блядь, положись. Поставься. Ну, пожалуйста. Так, форма для маффинов. Купить. Так, нам нужно 30. Их здесь 6. 5 штук нужно. Раз, два, три. Четыре. Пять. А там он не работает. Или работает, но я как-то не так делаю. Не пойму. В смысле? А, ялки-палки. Здесь ещё надо пергамент наложить туда. Я как... Вообще. Это прям вот... Это прям вот у... Ой. Так, 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 так. Ты вот издеваешься. Смотри, прям попадаю с первого раза. Я помню, у меня в первый раз не получалось попадать туда. Я мучился, что я нажимал на неё. Пустая. Всё. Так, теперь это всё на противень. Правильно же? Блин. Подожди ты, подожди. Не торопись. На противень. А где противень? А вон противень. А почему он один только? А где ещё один противень? У меня же их два должно быть. Куда дели второй? Ну серьёзно, а куда он делся? Это не противень, нифига. Мне нужен противень. Ещё один. Всего лишь навсего один. Я же много вот не прошу. А тут по три штуки помещается, да? По одной, что ли? Да. Всё. Да, по три штучки. Погоди, не может быть, что... Твою мать, ты смотри, сколько там противней. Ужас. Я ищу, хожу один, а там их вон целый, целый этот. А целый стол. Вон раз, два. Так, четыре, пять. Пять ещё штук есть. Ну и ну. Идём, значит, миску ставим на... Ой, ставим на место. Ну вот это место поставим. Это у нас что здесь? Формовщик теста. Тесто-делитель. И тут отсюда прям хоп и туда. И отсюда вот куда-то ещё. Интересно. Давай налево тоже это. Температура надо выдерживать. Я какой-то не ознал правильный, да, способ выбрал. Ну, в принципе, тоже работает. Так, ставим вот сюда. Противень я выложу на стол. И ну, чтобы мало ли что, они пригорят ещё там чё. А всякое случается, правильно? Может, я в другом городе вообще теперь? Нет? Хотя нет, карта-то же самая была. То есть мне нужно-то... Мне... Мне нужно-то в эту самую... Поближе. Поближе, через речку просто переехать. Да-да-да, именно туда. В моё любимое место. Куда я чаще всего езжу. Мне сейчас бонус, по-моему, там дадут какой-то. Потому что там надо было... Сколько доставок им организовать. И они бы мне что-то там плюшку какую-то дали. Грохочущий проспект. Модное место. Грохочущий проспект. Когда машину мне новую дадут, чтобы я гонял быстрее? С лучшим управлением там. С большим объёмом двигателя. Зачем там вот спидометр целый, если я не могу его весь использовать? Дали мне другую машину и сделали так, чтобы я мог использовать весь спидометр. Почему я... Я купил весь спидометр. Почему я не могу его использовать весь? Я из Англии, поэтому я еду по встречке. То есть не по встречке, а по левой полосе. А сейчас вот не из Англии, смотри. Классный проспект. Старый рынок. Я тебе говорил, что у нас видосы с тобой будут до получаса. Чтобы не было вот этого вот постоянного, знаешь... Часового видоса, который никто не посмотрит по итогу. Блядь, ты что делаешь? Ну, подрезал меня. Вот. Часового видоса никто не смотрит. Десятиминутные тоже особо никто не смотрит. Что за 10 минут ничего не успеешь сделать, во-первых. Во-вторых... А во-вторых, мне самому не интересно 10 минут снимать. Нужно снимать 20-30 минут. Я сколько раз это уже говорил? Не знаю. Много. 580. 11 уровень. Красота. Нихрена. А что так мало-то? Там же много было опыта. То есть, как всегда, червой. Там соточка где-то была. Это что теперь? Так много нужно опыта, чтобы... Чтобы у них уровень поднимался. Вот у меня, точнее. Кошмар. Ты смотри. У меня вот здесь вот... Сейчас. Должен появиться, по сути, новый стиль. Или же со следующей доставки. Неизвестно. Давай попробуем в 5 минут бейкере еще раз отвезти. И получится у нас, наверное, новый стиль. Если он еще не появился. Ой-ой-ой-ой. Все падает. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Персонализация. И чего? Фазовый пол. Не, ничего не появилось. Хорошо. Конечно, хочу. 5 деревенских хлебов надо испечь. так и и все деревенский хлеб деревенский хлеб деревенский хлеб беру значит я миску кладу в него воды воды побольше раз два три суточку 1 из 6 муки ржаной закваски хлебный 750 пшеничной муки 800 жуть удаст только у меня уже в полной миска с соли 60 грамм соль раз два три семак надо насыпать 200 грамм 200 грамм уль семак все перемешать семечки блять все семечки соль масло мука вообще все перемешал 10 секунд всего делов смотри какой красивый какой красивый замес ужас прям красота так и теперь это наверное нужно вот сюда у да вероятнее всего да а мне нужно сколько пять хлебов два три четыре пять делов ты говорю же быстро все даже в рецепт не подглядывал и все получилось раз два три четыре тут всего по три помещается хлебушка на одном противне можно же было немножко поплотнее поставить и испечь на одно все зачем вот это вот мучение каждый раз так а вот температура здесь 200 должна быть 200 же 200 практически 200 тут чуточку может быть совсем не хватает а пупеть да вот это на прививку залеплю вот это прям не а вообще надо вот так вот я за скринить чтобы она была просто и и вот так нужно и вот это нужно и вот это нужно вообще все за скриню чтобы как залепить что все от прививки офигели да хотя может быть нибудь просто лень это делать и я какую-нибудь картинку залеплю туда и все так все готово так я же три взял пять из пяти так это собственно зачем я вот вытаскиваю в ящик все из печки если я потом все равно выкладываю противни на стол не знаю просто потому что направляться в город нужно поехали в город отдадим заказ и на этом закончим правильно 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 как иначе-то уюты гляди как близко а у меня еще 7 минут почти я вообще все во все сроки уложился почему не не доплачивать за быстроту я 7 минут из 10 ну я сделал короче в три раза быстрее чем заказчик этого хотел чем не не доплачивают доставить задержка самое главное есть перевыполнение нет обидно ой нет смотри правда хватает новый стиль у появился все теперь появился новый стиль награда сегодня вай-фай серьезно вай-фай о чем так выглядит странно вай-файт не вай-фай это не вай-фай вы видимо вай-фай не видели об упала хорошо хорошо так хотелось бы персонализацию 300 долларов за минималистичный пол серьезно а стены а дверь нет а погоди-ка а стены нельзя можно стеллаж исправить минималистичный стеллаж серьезно вошалели что ли это что такой минималистичный стол еще более минималистичный стоп а печку можно за хрена нет а печку нельзя мне горят печка так хороший горит не назнаете печка улучшить объект нельзя жаль мы с тобой чё хотели вай-фай посмотреть на где вай-фай куда он делся вот это вай-фай нихуя это не вай-фай но похож очень сильно на тот вай-фай который был нарисован а как где тут покупать то покупать то где здесь продукты для выпечки сбросить вот так во первых вот это вот заказать все нужно во вторых экономия взять кредит серьезно здесь кредит можно брать кулинарная книга сбросить положение продукт для выпечки персонализации экономия экономия персонализация это что такое непонятная какая хрень про чуть за дверь куда на хлеба пекарная печь серьезно ну и ну тесто делитель формовщик тесто а вай-фай ты где пшеничная мука 250 кило пока а чуть 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 разблокирует использование вай-фай для автоматического дозирования продукта соответствии с рецептом и тить вот чуть такое разблокировал вай-фай получается это здорово на этом мы с вами заканчиваем спасибо большое за просмотр ставь комментарий пиши лайки увидимся в других видосах в следующей серии возможно и всем пока